Всем хай! С вами Юджин и, друзья, добро пожаловать на вечер с, нет, наверное, актуальнее будет сказать, карантин с Юджином. Сегодня мы должны с вами о многом поговорить, и самая главная тема на данный момент это я понял, что Бог существует. События, происходящие в мире, говорят о том, что он фактически есть. И более того, какой-то придурок показал ему игру Plague Incorporated. Примерно как-то так он сейчас смотрит на наш мир и проверяет свои данные, как удачно у него идет распространение инфекции. Если, опять же, сравнивать с игрой, то он на втором левеле, видимо, уже бактерии он прошел. Ладно, если отбросить шутки в сторону, я смотрю на эту карту и немного офигеваю, если честно, от масштабов. Хотя, стоп, зачем отбрасывать шутки? На самом деле, я не вижу причин для людей не шутить на эту тему, даже несмотря на всю серьезность ситуации. Как мы знаем, юмор это одно из самых сильных психологических оружий человечества. Психическое состояние напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем физически в нашем теле. Поэтому самое лучшее, что мы сейчас можем с вами сделать, это забаррикадироваться дома и вооружиться ха-ха. Мой папа рассказывал мне, что когда он воевал в Афгане, они, несмотря на всю жизнь, которая вокруг происходила, они все равно постоянно шутили, угорали как-то и это помогало им держаться бодрячком. И это никак не отменяло их серьезного отношения к ситуации. Я к тому, что, знаете, исходя из разных статей в интернете, которые я прочитал вакцины от коронавируса, нам ждать не придется в ближайшее время. Нам надо будет просто ждать, пока наше тело, иммунитет нашего тела сам с этим справится. Поэтому нам надо помочь нашему иммунитету это сделать. И первое, как мы можем ему помочь, это немного развлечься, немного поугарать. Как говорится, враг не страшен, если враг смешон. А, ну еще мы можем, конечно же, помочь ему нормально питаясь. Разработайте там себе диету, все вот это гречка и туалетка, которые вы запаслись, распределите эти ресурсы правильно. Умеренно подтирайтесь туалеткой и регулярно кушайте гречку. Не наоборот. Добавьте овощей в рацион. Начните выращивать овощи дома. На самом деле, вы можете просто сжать весь мир за пределами вашей квартиры в пределы вашей квартиры. У вас может быть одна комната, это ваши грядки, другая комната, это пляжный отдых. Только не разослитесь со своими домочадцами, а то придется и такой маленький мирок делить на разные страны. В общем, скорее всего, никому этой фигни не избежать. Мы все этим переболеем и все этим удачно переболеем, выработаем иммунитет и эволюционируем как люди. Я вот, кстати, недавно думал, что я заболел. Я реально подумал, что я заболел коронавирусом. Просто перед тем, как мы выпустили лучших друзей, я вот настолько сильно задолбался, монтируя их, что как только я отпустил клаву и мышь, отошел от монтажки, я тут же слег на диван с жесткой температурой и просто мне так было хреново. Но потом я сказал себе, что... Ну, короче, я просто подумал, что, скорее всего, это совсем не то. И я просто, как обычно, это происходит каждый год практически. Я один денек болею с адской температурой. И я просто очень тепло одеваюсь и ложусь спать, заворачиваюсь по одеяло, чтобы пропотеть. И чтобы с потом все это дерьмо вышло из меня. И просыпаюсь обосром. Короче, я выздоровел. Но раз мы теперь приняли это как нашу жизнь, значит, нам надо теперь решать, как нам в этой жизни развлекаться. Для меня мало чего поменялось, потому что я, в принципе, домосед. И да, я люблю выходить там в кафешке, посидеть. Этого немного не хватает. Но для меня достаточно привычно быть одному. Общаться с самим собой, смеяться с самим собой. Сейчас я просто выхожу из дома только чтобы добыть еды. Но поскольку магазин дальше, чем 100 метров, то я добываю еду из прохожих, которые случайно оказываются рядом. Представляете, если карантин продолжится достаточно долго, что люди начнут забывать о том, что существует такая вещь, как внешний мир. Мирок каждого человека сожмется до размеров квартиры. И мы позабудем, что есть кто-то еще в мире. Что есть какие-то другие человеки, кроме тех, что находятся здесь. А шумы за стенкой будут восприниматься, как гнев богов. Если кто-то из ваших соплеменников посмеет заикнуться о том, что это люди за стеной, соседи, то вы обвините их в ереси и сожжете. Хороший сюжет для постапокалиптического фильма. Но и тут на все можно посмотреть с положительной стороны, согласитесь. Мы теперь перестанем воспринимать все как должное. Благо вот есть интернет, который наверняка мы с вами все тоже воспринимали, как нечто обыденное и бесились, если вдруг чуть-чуть он тормозит. Теперь я такой, тормози, тормози. Главное, не покидай меня полностью. Интернет теперь стал для меня настоящим окном в мир. Я, например, могу скачать какую-нибудь ммшку, чтобы зайти в таверну только для того, чтобы выпить и потусить с кем-нибудь. Я могу путешествовать по миру с помощью гугл-карт. Как раз на улице сейчас довольно-таки мерзко, прохладно. Хочется что-нибудь такое контрастное с этим. Давайте в Гренландию. Так теперь выглядит мир для каждого из нас. Есть дом, есть внутри него наша жизнь. Я не знаю, как выглядят стены снаружи моего дома, но возможно они красные. И вокруг враждебная среда. И архитектура древних предков. Там на горизонте живут боги. Могу совершить виртуальную прогулку по московскому зоопарку или сходить в какой-нибудь музей. Я, например, сейчас собираюсь посетить один фестиваль и вас приглашаю с собой. Пойдемте. Ну вот мы и прибыли на фестиваль Mi Fan Fest. Это масштабный онлайн-фестиваль, который Xiaomi ежегодно проводит для своих Mi-фанов. Самое крутое, что сейчас при покупке одного из десяти устройств Xiaomi, участвующих в акции, ты получаешь скидку в 10% на смартфон. Я вот тоже решил пошопиться на этом фесте и приобрел себе Mi Powerbank 3 Pro на 20 000 мАч. Щертовски полезная штука, давайте ее заценим. Смотрите какая мощь, как будто древний артефакт, излучающий энергию. Литийно-полимерная батарея высочайшего качества. Обеспечивает 11 часов с зарядным устройством на 10 Ватт. И 4,5 часа с зарядным устройством на 45 Ватт. Его даже хватит, чтобы ноутбук зарядить. Два USB-порта и одна двусторонняя зарядка Type-C. Я неспроста выбрал именно емкий Powerbank. Дело в том, что недавно я прогневал богов. И боюсь, что энергия из стены иссякнет. Возможно, она уже иссякла. Боги благосклонны ко мне. Уверен, и вы что-то полезное сможете для себя найти. Ссылка на фестиваль будет в описании. Можете прямо сейчас поставить видос на паузу. Пойти погулять по Mi FanFest. Ну и раз уже вы пошли смотреть в описании, то там чуть выше, чуть выше будет такая кнопочка в виде пальчика вверх. Вот ее надо нажать, чтобы она стала синей. Чтобы не разгневать богов. Нажмите, нажмите прямо сейчас. А еще там рядом есть кнопочка подписаться. И если она красного цвета, вы должны срочно нажать на нее. Не вздумайте обмануть богов. Избегите кары только с помощью превращения красной кнопки подписаться в серую. Молодцы. Ладно, давайте уйдем от этой темы вируса. И далеко мы, наверное, особо не уйдем, потому что все остальные темы все равно так или иначе с ним связаны. И так или иначе от него пострадали. Перейдем к комиксу Game Hunters. Он готов. Полностью готов. Полностью отрисован. Но, естественно, все замедляется из-за того, что у нас сейчас у всех... У меня есть в планах запустить свой собственный сайт, где я буду выкладывать свои комиксы. Game Hunters, другие тайтлы, которые я придумаю, которые у меня, в принципе, тоже есть на уровне сценариев. Или небольших заявочек, которые когда-то я тоже нарисую. И так же буду выкладывать. В общем, глобально в планах развить прикольный собственный ресурс, где я буду выкладывать комиксы. Возможно, мерч какой-то будет прикольный. Но другое дело, да, что, конечно же, все это пока тормозится. Я вот слышал, что намечался фестиваль гиковской тематики, куда я хотел так же пойти поучаствовать со своими комиксами. Хотел встречу с вами организовать, где бы я смог лично каждому комикс подписать. Столько всего хотелось сделать, но придется чуть-чуть подождать с этим. Короче, обращаюсь ко всем, кому неравнодушна судьба комикса. Пожалуйста, чуть-чуть еще подождите. Я вместе с вами жду, поэтому мы с вами здесь в одной тарелке. Я очень хочу показать вам, что получилось, но пока еще рановато. Надо подождать чуть-чуть. Двигаемся дальше. Важная тема, с которой уже потихонечку начинает меня прессовать, это ARK. Когда будет новый ARK? Новый третий сезон ARK. Я, на самом деле, удивлен, что второй сезон настолько охренительно зашел. Это, я могу сказать, наверное, даже, что это успех. И это видно по тому большому количеству лайков. Просто раньше серии ARK набирали там, ну, 30-40 тысяч. И весь второй сезон это 68-100 тысяч лайков и так далее. Это очень большое количество комментариев. Люди вовлечены в историю. И вовлечены причем точно так же, как и я. Поскольку второй сезон ARK, вся эта история, она имеет большое прямое отношение к тому, что в моей жизни происходило. И поэтому мне так кайфово было делать. Кайфово, но при этом я, конечно же, задолбался. Серии ARK очень сложно производить. И поскольку вы все ждете третий сезон, я уже приступил к его съемкам. Уже приступил, но я хочу подготовить какое-то задело, чтобы сразу было готово несколько серий. И я понимал вектор, в котором мне надо направляться дальше. Поскольку запись ARK это непросто. Особенно когда ты один. Ты должен постоянно следить за своим домом. Потому что постоянно какая-нибудь тварь тебя ломает. И в общем очень-очень много всего надо делать. И это не основная вещь, которой я занимаюсь. Я не могу все силы бросить только на ARK. Поэтому мне приходится искать какой-то баланс между ARK и другими проектами. Просто знайте, что я вот начал производство. Поэтому так же ждите. Следующая новость это релиз Half- Alyx, который прошел мимо меня пока что. Почему я не выпустил прохождение Half-Life Alyx 23, как все остальные. Все дело в моей принципиальной упертости. Я могу торопиться, попытаться поучаствовать в гонке, когда дело касается какой-то новинки. Я могу прагматично спланировать контент-план. Но это Half-Life. Эта игра занимает особое место в моей душе. И компания Valve для меня это мои любимчики на самом деле. Потому что когда все вот ждали Half-Life 3, я четко для себя понимал, что скорее всего это Valve. И они не сделают Half-Life 3 по той же самой причине, по которой я бы не делал Half-Life 3, будь я на их месте. Потому что каждая серия Half-Life была революцией в игровой индустрии. И каждая серия Half-Life была для меня таким, вау, так можно, неужели, как это, так это круто. Мало того, что эта история одна из самых интригующих историй во вселенной. Потому что она до сих пор не раскрыта. Кто такой Джмен, что там, кто там за пределами нашей галактики тусит и ждет, пока же наконец-то сможет нас полностью проработить. И тут все настолько меня будоражит. И это так круто, что они, несмотря на то, что история вот требует своего завершения, требует развиться до своего самого максимального пика и завершиться феерично, они все равно не выпускают, не штопают эту игру, как делают другие тайтлы. А все потому, что они хотят, чтобы новая часть Half-Life была прорывом. Как и всегда, Valve не изменяют себе здесь. И даже речь не идет о деньгах. Конечно же она идет о деньгах, но будь это так, Half-Life бы выходила каждый год. Превращаясь в постное дерьмо, которое когда-то тогда было крутым. И вот подводя к тому, почему я не стал проходить эту игру вместе со всеми, потому что я хочу поддержать Valve. Я хочу пройти эту игру на устройстве, для которого она делалась. И это Valve Index. И в данный момент, несмотря на карантин, я занимаюсь поиском системы Valve Index. Просто я знаю, что ее невозможно сейчас приобрести здесь. У меня есть пара зацепок. И, возможно, в ближайшие несколько дней я обзаведусь таки Valve Index. Возможно, я ее арендую, и тогда я смогу продемонстрировать эту прекрасную, я уверен, что это крутая игру на Valve Index. Я уверен, что это крутая вещь. И дело не в том, что у меня есть контракт с Valve, и я буду рекламировать Index. Нет. Это... Я просто верю, что это именно будет самый крутой экспириенс. И я верю в Valve, и верю в эту технологию. И верю в Half-Life. Поэтому я хочу всю эту свою веру объединить в одном прохождении Half-Life. Аликс на Valve Index. И я думаю, что через несколько дней у меня будет такая возможность. Поэтому, если вы все-таки ждете от меня это прохождение, то ждите. Возможно, возможно, в ближайшее время оно выйдет. Конечно же, если все удачно срастется. Если вдруг нет, то вы понимаете, что это не моя вина. Это вина... Предпоследняя новость, которая не менее важная. Очень важная, на самом деле. Поскольку, наконец-таки, на нашем канале BFF, который я с Максом открыл, доступна функция спонсорства для всех, кто захочет поддержать наше творчество. Как мы заявляли с Максом ранее, если кто-то захочет нас поддержать материально, поскольку наши проекты требуют большущих вложений. И если вот у вас есть такой порыв, то у вас теперь есть возможность это сделать. И я очень благодарен всем, кто уже оформил спонсорскую подписку. Для нас это очень много значит. И это дает возможность нам реализовывать свои мечты, свои идеи, которые очень трудно вписать в формат YouTube, поскольку YouTube не окупает такие вещи. И ты все вкладываешь из своего кармана. Но благодаря вам часть груза немножко с нас спадает. И это очень круто, поскольку это шанс выводить контент YouTube на больший уровень. Я верю, что это именно так, что это шаг вперед. Я верю, что блогеры это не просто чувачки, которые могут перед камерой сидеть и болтать. Я верю, что мы можем производить более киношный контент. Как ребята из ClickClack, которых я очень уважаю, доказали, что блогеры могут делать крутую, востребованную во всем мире музыку, крутые шоу. Также я, в свою очередь, хочу доказать, что блогеры могут производить крутой киноконтент. Поэтому всех жду на канале BFF. Все, кто еще там не подписан, подписывайтесь. Все, кто желает поддержать материально, поддерживайте. Мы за это очень благодарны также. И чтобы функция спонсорства была для вас оправданным, мы хотим, чтобы каждый спонсор получал контент, который мы выпускаем без рекламных интеграций. Также вы получите доступ к блуперам. Блупер этой неудавшейся кадры. К вырезанным сценам, к документальным фильмам со съемок наших проектов. А еще мы будем проводить живые трансляции, где сможем лично пообщаться. Которые потом также будут доступны спонсорам. В общем, контента вам, друзья, должно хватить. Ну и последняя новость на сегодня. И я удивлен, что... Я удивлен, что я об этом забыл. Видимо, слишком много всего в башке сейчас, что я реально забыл просто. Я, не знаю, я виноватым себя чувствую перед самим собой, перед вами. Дело в том, что у нас день рождения на канале. Нашему каналу исполнилось 6 лет. Я обалдеваю, что за 6 лет уже многие подписчики, которые подписаны были с самого начала, уже выросли. Закончили школы, возможно, закончили институты. Переехали на ПМЖ в другие города, в другие страны, возможно. У вас уже какая-то работа появилась. Я очень хочу получить от вас фидбэк. Напишите, пожалуйста, в комментах, как долго вы меня смотрите и что изменилось в вашей жизни за это время. Чем вы занимаетесь, какие у вас цели, стремления. Пожалуйста, пишите. Это будет очень круто все почитать. В общем, поздравляю этот канал с днем рождения. Тортик я не успел купить, но у меня есть вот такой вот вафельный. Вот опять же, когда изобилие исчезает, ты начинаешь радоваться мелочам. Надо всегда радоваться мелочам. Не обязательно огромный фееричный торт, не обязательно пускать в фейерверки салюты и так далее, чтобы просто оценить, отметить нечто важное для нас. Не обязательно говорить всякие прям мега крутые слова, очень вдохновляющие. Давайте просто все с благодарностью посмотрим на все, что у нас есть и подумаем про себя. Круто. Всех нас с днем рождения канала. Давайте хряпнем еще чего-нибудь, там сухариков, чего у нас там есть, молочко может быть. Уверен, это далеко не последний день рождения, который мы с вами вместе отмечаем. Впереди еще просто до хрена всего. Я уверен, что у нас большой путь впереди. Ну и напоследок хочу пожелать вам всем, друзья, использовать освободившееся время с пользой. Перед вами интернет, огромный склад крутых знаний. Если вы хотели чему-то научиться и у вас не было времени, теперь оно у вас есть. Открывайте туториалы на ютюбе или всякие обучающие статьи в интернете. Вот, например, я всегда хотел освоить 3D-анимацию и 3D-моделирование, поскольку мне это нужно для моих проектов. И поскольку у меня уже час освободился, потому что мне не надо никуда ехать, я буду это делать. Один час в день и, мне кажется, в скором времени я смогу показать достойные результаты. И вы, друзья, тоже займитесь тем, чем хотели. Прокачивайте себя, если вы хотели вязать, петь, монтировать так же круто, как я. Вы все это можете сделать теперь. И если вы таки прокачаетесь, то поделитесь с нами со всеми результатом вашей работы. Закидывайте в группу в ВК или отмечайте также меня в Инсте. И, может быть, я освещу это в видосах, чтобы вдохновить всех остальных. Вообще будет круто, если, когда карантин закончится, то все наши выйдут на улицу, умеющие петь, вязать и монтировать, ну или еще что-то. И когда ты услышишь вдалеке ангельский голосок, ты будешь понимать, что это в доску свой. Мы выйдем из этого супер-мега людьми. Что, друзья, на этом все. Было очень приятно с вами поболтать. Я надеюсь, что вам тоже было интересно. Ни в коем случае не унывайте, все будет отлично, я уверен. Мы всегда все преодолевали и в этот раз тоже преодолеем. С вами был Юджин, всех вас люблю. Еще раз с днем рождения на наш канал и всем пять!